И течет то в одном помещении, теперь в другом помещении. Вот здесь, пожалуйста, вот. Все это залили, и компьютер, все, что было залито, вот мы успели переставить. Трещины на потолке вы сейчас увидите. Для четы пенсионеров Борисовых капитальный ремонт крыши их дома стал настоящим испытанием. Вот такие прострелы на потолке – это каждый раз, как в рулетке. Никогда не знаешь, откуда польется. Обоим пенсионерам за 70 воевать с подрядчиками для них уже утомительно. Да и режим самоизоляции заставляет сидеть дома. А потолок и стены продолжают терять в качестве. Это надо мне идти сейчас в страховую. Надо ходить в ЖЭО, нести заявление. Просто надо. Надо с ними общаться. Зачем это? Я не понимаю. Как будто специально это сделали. То есть нельзя сейчас, я так понимаю. И супруга тоже. Ну, как так? Вторая группа 72-й, 72-й года, а мне 73-й. И как нам сейчас куда-то еще идти? Заложниками в своей квартире они стали еще и по безразличию надзорных инстанций. Жилинспекция на обращение, по словам Олега Борисова, не реагирует. Дескать, пандемия, мы в домике. В ЖУ постоянно составляют какие-то акты вот такого типа. И на этом все. Сами виновники потопа разводят руками. Так получилось. Но пообещали все изолировать до конца дня. Нам дали задачу. Сказали выполнять ее, мы ее выполняем. Снег когда был, мы снег весь сгребали, убирали. Сейчас мы сегодня планируем все вот это закрыть, чтобы никаких бед не было. Вопрос возмещения ущерба пенсионерам, по словам руководителя подрядной организации, вполне актуален, но пока что ремонтники его оставили на потом. Мол, мы всегда сможем договориться. И решить вопрос мы не можем в принципе, потому что у нас просто не примут дома или тут еще. Причину, по которой протекает эта квартира, ну, я пока еще не установил. Просто в связи работы много дерева лежит, много мусора, которое наказать еще было. Обещания компенсировать неудобства прозвучали. Срок окончания работ – март 21-го года. Возможно, подрядчик найдет время для Читы Борисовых и раньше, до возможной подачи иска. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».